Доброго дня, уважаемые предприниматели, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Разговор про поддержку малых технологических компаний, так называемых технологических стартапов. В 2023 году анонсировано, что правительство утвердит критерии малых технологических компаний, так называемых МТК, введет процедуру их, скажем так, аккредитации, оценки, закрепит определенные экспертные организации за функцией оценки соответствия компании критериям МТК, этой малой технологической компании. Сейчас проект постановления правительства о закреплении вот этих функций, терминологии, он находится на общественном обсуждении, соответственно, разбираем, что же это такое и чем мы в этом процессе можем помочь. Значит, правительство выделяет следующие три типа малых технологических компаний. Стартапы, ранние компании, зрелые компании. Критерий пока у них только один, выручка. Соответственно, выручка до 300 миллионов рублей стартапы, ранние компании от 300 миллионов рублей, но не более 2 миллиардов рублей. Зрелые компании, технологические компании, объем выручки, которые более 2 миллиарда рублей, но не превышает определенного предела, который будет установлен правительством. Пока критерий такой. Соответственно, есть процедура подачи заявки компании, которая претендует на статус МТК, малотехнологической компании. Во-первых, зачем это нужно? После аккредитации в качестве МТК, то есть включения в реестр малых технологических компаний, компании будут доступны, налоговые льготы будут завязаны под этот процесс, будут завязаны гранты и субсидии на неокры, на научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы и опытно-технологические работы. То есть малотехнологическая компания должна разрабатывать продукты, доводить их на современном уровне, естественно, доводить их до стадии серийного производства, то есть заниматься подготовкой производства и выпускать. Соответственно, для стимулирования вот этой деятельности будут гранты-субсидии в виде налоговой льготы, будут гранты-субсидии на неокровскую часть процесса, будут преференции или прямые компенсации продукции, стимулирование сбыта продукции. Может быть, это будет сделано по кластерному принципу, то есть, допустим, софинансирование производства опытной промышленной партии, может быть, это будет скидка тем, кто покупает опытно-промышленной партии с точки зрения покупателя, может быть, это будет с компенсацией части затрат малой технологической компании, правительство пока над этим думает, еще не утвердили, но перечень, я думаю, что преференции будет достаточно большой, раз уж вводится такое понятие МТК и процедура аккредитации. Экспертная организация будет подтверждать соответствие критериям МТК, их сейчас немало, вот по критериям пробежимся. Так, соответственно, МТК, чтобы быть зарегистрированной, чтобы попасть в реестр МТК, компания должна подтверждать наличие исключительных прав на результаты ее интеллектуальной деятельности. Это свидетельство о программе, о наличии программ для ОМ, свидетельство на программу ОМ, свидетельство на базу данных, патент на изобретение, патент на полезную модель, патент на промышленный образец, свидетельство о топологии интегральных схем. Не упомянут, кстати говоря, режим ноу-хау, который, в принципе, тоже является подтверждением наличия исключительных прав в компании. Да, пока он не упомянут, но я думаю, что расширит. Надо дать такое предложение. Вот, соответственно, эти результаты интегральной деятельности должны использоваться технологической компанией в своей деятельности для производства новой или значительно улучшенной продукции или для процесса оказания услуги и выполнения работы. Эти риды, результаты интегральной деятельности, должны обеспечивать экономическую эффективность применения и внедрения такой продукции или повышать производительность труда, или создавать новые рынки товаров, работы, услуг. Так, соответственно, чем мы можем помочь в этом процессе? Мы можем, во-первых, предварительно оценить вашу систему НИОКР, наличие критерий, то есть по критериям наличие у вас проектного учета, наличие проектной деятельности, наличие проектного управления, то есть наличие учета проектов НИОКР, наличие учета результатов интеллектуальной деятельности, наличие самого процесса превращения ридов, результатов НИОКРа, в объекты интеллектуальной собственности, которые в дальнейшем могут стать, например, как вариант, нематериальными активами. То есть вот эту оценку мы можем сделать, подсказать, проконсультировать, как правильно выстроить этот процесс, начиная от принятия решений об открытии проекта НИОКР, заканчивая коммерциализацией, перенесением части стоимости нематериального актива на выпускаемую продукцию. Так, ну и опять же подсказать по патентному праву, по регистрации, сделать взаимовязку с реестрами продукции или программного обеспечения и собственно говоря регистрацию Роспатента ФИПС. В этом сотрудники имеют компетенцию, умеют выстраивать в компании сквозной вот этот самый процесс по интеллектуальной деятельности, по интеллектуальной собственности и ее коммерциализации. Обращайтесь. Дальше. Требуется подтвердить, что компания имеет опыт разработки и или производства новой или значительно улучшенной продукции. Соответственно, есть определенный перечень документов, которые подтверждают это в компании, в том числе отчеты НИОКР, договоры поставки, акты внедрения, наличие секретов производства, вот ноу-хау здесь упомянутые, техдокументации и так далее. Наши сотрудники консультируют по документационному оформлению всех действий в процессе НИОКР. Ни для кого не секрет, что технари забывают о документации, то есть важен сам факт получения результатов в интеллектуальной деятельности, но документальное оформление шагов, результатов, протоколов, программы методики испытаний, актов, сертификатов, протоколов испытаний. Вот это документационное обеспечение, как правило, в малых технологических компаниях хромает или отсутствует. Соответственно, постановкой этой системы наши сотрудники успешно занимаются. Доля выручки понятна. Сведения документы, подтверждающие наличие потенциального или имеющегося подтвержденного спроса. Здесь, как правило, если потенциального, то это требуется делать исследование данного сегмента рынка или нишевое какое-то исследование, или полномасштабное исследование. Новые особенно продукции, улучшенные продукции с улучшенными характеристиками, значит сразу надо делать сравнение с аналогами по измеримым, в том числе количественно, параметрам, чтобы это сравнение выдержало, что называется, критику сравнительной оценки с продукцией конкурентами. Опять же, сотрудники совершенно четко разделяют сравнение с аналогами по продуктовым характеристикам, то есть это какие-то техникоиномические, потребительские характеристики, то есть самого продукта, а также сравнение систем производственных по технологическим конкурентным преимуществам. По технологическому отрыву, по технологическим конкурентным преимуществам, если первые продуктовые достичь можно легче, удержать сложнее, то технологические преимущества данной МТК иногда дают такой рывок, такой задел вперед, который конкуренты преодолеют нескоро. То есть по технологическим преимуществам это обеспечивает себе значительный отрыв от конкурентов иногда на долгие годы. Так, сведения, подтверждающие уровень квалификации специалистов. Ну, в принципе, здесь понятно, как подтверждать. Документы, подтверждающие достаточность имущества и принадлежность. Здесь, как правило, мы консультируем по юридическим аспектам, готовим договора, подсказываем, как подтвердить наличие или возможность привлечения со стороны какого-то актива, имущества, которое, например, нецелесообразно покупать или арендовать круглогодично или покупать в собственность, а можно использовать на уровне центра коллективного пользования. Так, документация, подтверждающая наличие план развития, сведения об опыте разработки и так далее, и так далее, другие критерии. Вот, соответственно, обращайтесь за компетентными разъяснениями, за консультациями, за сопровождением процесса, потому что я думаю, что вот эта самая аккредитация МТК станет одним из таких, ну, как бы, трендовых процессов, да, то есть я бы сравнил ее с аккредитацией IT-компании, которая открывает ворота доступ к определенным преференциям, бонусам, льготам, субсидиям, грантам, да, а также, например, аккредитация дизайн центров электроники, аккредитация производителей российских, наличие в реестре 719-го постановления или 878 открывает определенные дорожки к преференциям, да, это именно, это и доступ к закупкам, это и вот это самое подтверждение российской, если так называемой, да, сейчас разнообразные реестры и аккредитация компаний для попадания в эти реестры является вот как это ключиком к довольно серьезным таким замочкам. Обращайтесь, мы в этой системе разобрались, понимаем, иногда у клиентов каши они не понимают вот, что называется, многовразие вот этих методов, разложим все в систему, по полочкам расскажем, что для чего, чему надо соответствовать, в какие реестры имеет смысл стремиться, как надо диверсифицировать, как надо разделить, например, компанию, да, на дивизионы, на подразделения, кто чем будет заниматься с учетом оказания внутренних услуг, у сотрудников есть соответствующая компетенция. Верных вам решений, успехов в реализации вашего проекта. С вами был консультант решения Вернерев, Сергей Маслёхин. Пока.